Сделаем город комфортнее. В Лабытнанге активно готовятся к летнему благоустройству и при этом составляют планы уже на 2022 год. От 26 апреля по всей России стартует народное голосование. Участники проекта в режиме онлайн назовут территории, которые требуют вмешательства дизайнеров и строителей. Как стать экспертом городской среды и какие проекты, выдвинутые на общественное голосование, знает Светлана Келли. До старта голосования осталось два дня. Тройка номинантов определена. У объектов появились общественные кураторы. Осельне Федова продвигает идею об устройстве пешеходной зоны в районе Коми деревни. Первое впечатление у гостей нашего города создается как раз таки с стеллой, начиная со стелла ворота Ямала, пешеходной зоной. И мы знаем, что эта территория на сегодняшний день неблагоустроена. Это любимое место рыбаков. И я все-таки предлагаю этот проект поддержать. И если жители все-таки проголосуют за этот проект, то уже через год эта территория будет благоустроена обзорными площадками, появятся спуски к воде. И это будет своего рода визитная карточка города. Помощь кураторам в продвижении идей окажут волонтеры. В Лабутнанге сформирован отряд добровольцев из 66 человек. Распознать их будет легко по белым толстовкам с символичной надписью «Сделаем Ямал комфортнее». Волонтерам предстоит важная миссия – рассказать горожанам о проектах формирования городской среды, о работе платформы и возможности каждого повлиять на развитие своего города. В двух точках нашего города, напротив ДК на станции Апской, микрорайон Апской, и на площади Нака будут работать волонтеры с планшетами для обеспечения голосования граждан нашего города. Выбрать достойный объект лабутнанцы смогут на платформе 89.городсреда.ру. Голосование устроено максимально просто, регистрация доступна через госуслуги. Индентификацию можно пройти и по номеру телефона. Чтобы мы что-то делали для людей, нам нужно знать мнение людей, что важно первоочередно. Кто-то посчитает, что важнее благоустроить пирс, кто-то посчитает, что важнее многофункциональную площадку в микрорайоне Апской, а для кого-то окажется Бульвар Победы. Мы это решение, как администрация, самостоятельно принять не можем. Поэтому мы обращаемся к жителям города, чтобы они определили то, что им необходимо в первую очередь. Каким станет лабутнанге в будущем, решать только нам. Отдать свой голос можно будет только за один объект. На то, чтобы определиться с выбором, остается всего два дня. Онлайн-голосование стартует 26 апреля и продлится до 30 мая. Светлана Кель, Григорий Волков, Николай Снегир. Программа «Время местное».